На заседании проректор по научной деятельности Казанского университета Данис Нургалиев доложил о проделанной работе по карбоновому полигону ректору Ильшату Гафурову и членам экспертного совета. На заседании Данис Нургалиев предоставил отчеты о создании и функционировании карбонового полигона на территории Республики Татарстан и Поволжья. Напомним, что впервые решение о создании полигона было принято в начале марта. В качестве бизнес-партнера в Республике был выбран Татнефтехим Инвест Холдинг. На сегодня уже создана рабочая группа по постановлению правительства Республики. И уже некоторые из этих компаний вовлечены в работу по созданию карбоновых ферм. Например, Татнефть сегодня уже создает на юго-востоке Республики карбоновую ферму. Дело в том, что все инициативы этих компаний, они в будущем будут концентрироваться под зонтиком вот этого карбонового полигона и под руководством при научном сопровождении Казанского федерального университета. На данный момент идет отбор площадей, в рамках которых будут проводиться исследования. В качестве основной территории выбран участок обсерватории имени Энгельгарда Казанского университета. Кадровый состав проекта уже определен и составляет более 30 человек. В ближайшее время планируется наблюдение в тестовом режиме, запуск полноценных наблюдений полигона, проведение международного семинара с привлечением партнеров из-за рубежа. Денис Ургалиев рассказал о нестандартных проектах, которые будут реализованы в рамках карбонового полигона, а также об образовательной программе. Проректор подчеркнул, что углеродные исследования – это не только вызов для нашей страны, но и огромные возможности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова